Приветствую вас. В первую очередь нужно понять и определить, по какой причине она отказалась от вас. То есть, что ей, непосредственно ей, не нравилось в том, что вы делаете. Что ей, непосредственно, по ее мнению, вредило из того, что вы, опять же, делали. Вот это все вам, в первую очередь, необходимо проанализировать, потому что, если дочь отказалась от вас, значит, припекло ее, видимо, сильно. Я так подозреваю. И, соответственно, раз ее припекло, то в этом, отчасти, хотя бы, ответственны вы. За это, отчасти, хотя бы, ответственны вы. И поэтому с этим, в первую очередь, нужно разбираться. Стоит анализировать ваше поведение. Во-вторых, необходимо также понять, и понять, в первую очередь, конечно, вам, для самой себя, хотя бы, чего я хочу. Чего я хочу, от психологов. Вот, в данном случае, вы обращаетесь к нам, к психологам, и было бы здорово, если бы вы как-то вот прояснили бы, что вы хотите от нас. То есть, какой помощи вы хотите от нас. Вернуть вам дочь, да, то есть, сделать так, чтобы она, ну, не знаю, на вас не обижалась, например. Или сделать так, чтобы она начала с вами общаться, вот. Мы, конечно, можем. Мы, конечно, можем это сделать. Для этого нужна будет информация и ваш запрос, а самое главное, скорее всего, нужна некая готовность к тому, чтобы делать какие-то уступки. Если уступки сделать вы не готовы, то и дочь ваша к вам, скорее всего, не вернётся. Потому что вам, ну, как минимум, сейчас, как минимум, на данный момент, вам необходимо сделать чак назад. Даже если вы считаете, что правы, я не берусь судить, судить, правы вы или нет, потому что я не судья. Слава Богу, вот, но если вы хотите вернуть дочь, то нужно, вот, всё-таки подумать над возможностью совершить уступку какую-нибудь, какую-нибудь уступку совершить. Чтобы дочь ваша поняла, ну, поняла, например, что вы действительно заинтересованы в том, чтобы с ней быть, чтобы ваша дочь поняла, что вы действительно хотите с ней быть, чтобы ваша дочь, чтобы ваша дочь поняла, что вы любите её и что вы готовы для неё что-то сделать. Вот. А, значит, это вот такой важный момент. Ну, и дальше, дальше, это, собственно, поддерживать отношения с дочерью на вот этом новом уровне для вас. Постараться признать, что она сама вправе решать какие-то моменты, даже если вам это кажется чем-то неправильным, плохим, глупым, аморальным и так далее. То есть вам нужно учиться здесь, принимать выбор вашей дочери, каким бы он ни был. И если вам сложно это делать, а я допускаю, что вам это действительно сложно сделать, то в этом мы можем вам как раз-таки помочь. В этом мы можем вам оказать поддержку и помощь. Но, для этого, ещё раз повторяю, необходимо разобраться с теми аспектами, которые я озвучил. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Всегдаitch субтитры Алексею Дубровскому! Здравствуйте!